Добрый день, дорогие мои друзья, мои подписчики и гости канала Огород с Мариной Гусаковой. Сегодня приступаю к посадке основного картофеля. Выращиваю картофель без применения лопаты. И в этом году интересный вариант у меня будет применяться. Не под мульчу, как раньше я высаживала, а под сено. Кому интересно, посмотрите картошку, которую сегодня буду сажать. Конечно, буду выбраковывать, но хочу показать, как она по-разному проросла. Вот это удача, первая репродукция. Ред Скарлетт даже корешки дала. О, какая картошечка. Все были в одинаковых условиях. Здесь у меня гала. Буду выбраковывать, естественно. И манифест. Очень много больных. Вот вам и семенной картофель. Пожалуйста, какой продают у нас. Бессовестные цены такие большие. А продают вот такой вот посадочный материал. Ну что ж, будем работать с таким посадочным материалом. Поскольку бодейки у меня подходящей не нашлось, вот что я придумала. Тачка огородная, застелила целлофаном. И сюда буду ставить ящики. Вот так вот. И заливать раствором, чтобы минимально повреждались у меня клубеньки. И для того, чтобы картошка наша была здоровая, нужно приготовить рабочий такой целебный настой. На ведро воды чайную ложку борной кислоты. Вот я сюда уже насыпала. Столовую ложку медного купороса. Вот я взяла у меня в Бордозской. Был медный купорос. И чтобы быстрее все это растворилось, я заливаю кипяточком. Вот она в горячей воде очень хорошо все растворится быстро. Медный купорос подольше немножко кристалла, потому что здесь... Вот, выльем в ведро и дольем его до 10 литров. И немного надо дать марганцовки. Вот у меня уже она разведена. На 10 литров, думаю, этого будет достаточно. Что дает борная кислота? Борная кислота предотвращает появление дырок и черноты, увеличивает урожай, как тут пишет. Повышает содержание витаминов в плодах, устраняет дефицит бора. И сюда же в этот раствор добавляем полстакана золы. Получается такой у нас питательный, полезный растворчик. Сейчас я его перемешаю. Долью до 10 литров. И залью вот сюда. Вот так я, считаю, удачно придумала с этой емкостью. А то хотела покупать бодейку специально квадратную. Вот будут сейчас у меня тут находиться. Олег мне проделал бороздки. Листовой опад отгреб. Наметил бороздки. Вот сейчас в эти бороздки я буду вносить золу. Конечно, как сажают опытные картофели и веды, под один куст вносят по целому ведру перегноя. Конечно, вырастает тогда в таких условиях хороший крупный картофель с ладонь величиной. Ну, где бы его столько взять, компоста? Вернее, перегноя. Ну, вот зола тоже является хорошим удобрением. Картошечка любит золу. Хорошо отзывается на внесение золы. И по совету Жени, чтобы контакта не было с золой, я все-таки вот так вот еще и взрыхлю. Мешки с сеном у нас уже разнесены. Женя мне написал, что контакт с золой будет задерживать развитие корешков. Не знаю, может быть. Вообще, Волгоград это, конечно, не картофельный край. У нас сложно вырастить хороший урожай по причине того, что очень жаркое и сухое лето. Поэтому в этом году в бороздочку сажаю, чтобы она все-таки была немножечко поглубже. Но не в землю. Ну вот. Пока я тут подготавливала, картофель у меня полежал в этом растворе. И можно приступать к раскладыванию его в грядочку. Ну вот этот достаю. И тут же следующий сорт буду закладывать. 28 штучек я отсчитала. Следующую замачиваю. Red Scarlet. 28 штук тоже отсчитала. И отправляю в раствор. Ну вот я картошку в бороздки положила. Старалась класть вот так вот ростками вниз. Примерно через 30 сантиметров. Вот на ладони показываю, какая это вот самая крупная. Пока делаю слой не толстый. чтобы она быстрее пробралась здесь. Проросла. Сегодня дождичек прошел. Вот я дождалась, когда он прекратится. И вышла посадить картошку. Завтра тоже ожидается дождливая погода. Вот мне очень хочется все это сделать до дождей. Вот я его немножечко распушаю. А потом по мере роста буду сено еще добавлять, добавлять и добавлять. Так вот мешки тут и будут стоять. По 14 картошек на один рядок. Хотела по 20, но что-то забыла. Сегодня мне Олег помогает. Вот он намечает бороздочки. Первая грядка от забора удача. Вторая Red Scarlet. Третья гала. Четвертая гала. Пятая манифест. Шестая манифест. Седьмой сборная. Но больше всего манифеста там. Вся такая мелкая, которую я забраковала, не сажала на первых грядках. И последний рядок у меня уплотнила я. В каждой грядке в общем 28 клубней. Семь грядок всего. Но в последнем рядке еще плюс 13 мелких добавила. Манифест хуже всех картошка. Прям столько бракован. Все. Посадка картошки под сено. На сегодня 15 апреля завершена. Ну, всем пока-пока. Желаю огородникам хороших, отличных урожаев. Сезон 2019 года открыт. Поздравляю! Забегайте в гости. Оставляйте комментарии. Я науст наматываю и исправляю свои ошибки. Очень нравятся комментарии. Евгения забыла фамилию. Спасибо, Женя. Буду применять твои советы на практике. До свидания всем! Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok